Всем привет! Это История от Анонима. Сейчас я ее зачитаю, дам свои рекомендации, отвечу на какие-то вопросы подписчице. Если у вас есть что добавить, посоветовать, пишите в комментариях. Если вы хотите прислать вашу историю, то в инфобоксе под видео есть моя почта. Пишите туда тема письма. История от Анонима. Давайте приступим. Привет, Галя наткнулась на твой канал около года назад. Очень приятно тебя смотреть и слушать. Спасибо за контент, пожалуйста. Хочу поделиться своей историей. Возможно, она немножко отличается от других, но в то же время одно и то же и то же самое. История началась и закончилась, но достаточно давно. Но я понимаю, что отголоски ее все еще во мне. Итак, я уже 13 лет живу в Америке. Была замужем 8 лет. Есть ребенок, ему 9. Развелась, живу сама. Работа, квартира, машина, все есть. Могу позволить себе отдыхать пару раз в год. В общем, не бедствую. В марте 23-го я познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Оказалось, что он из Турции и переехал сюда буквально пару месяцев назад. Я вам, кстати, говорила о том, что в новостях, в выпусках новостях о Турции, о том, что туркам ужесточили условия выдачи визы в Америку. И очень многие эмиграции идет большая из страны в Европу и в Америку. То есть, один из вот этого потока 23-го года иммигрантов. До этого опыта общения с турками у меня не было. Переехал сюда он через Мексику. Схема такая. Люди добираются до мексиканской-американской границы, просят там политубежище. С ковидных времен система долгое время была упрощенной. Людей долго не держали в миграционной тюрьме, выпускали практически сразу. И сейчас очень много людей в стране, которые приехали именно так за лучшую жизнью. В том числе много людей из Турции. Они ждут результатов по своему политическому делу. Суд принимает решение выдать им убежище или отправить домой. Процесс этот долгий, тянется он годами. Но это такая ремарка. Мой новый знакомый был очень высокий, видный, с очень длинной бородой, заплетенный в косичку. Ну не сказать, что суперкрасавщик, но впечатление может произвести это точно. Приятный в общении, спокойный, уверенный в себе. От него просто перло какой-то маскулинностью. Мы погуляли, пообщались, ходили на ланч. И выяснилось, что он из деревни на юге Турции, пардон, на востоке Турции. Где-то там в горах. Но более 10 лет прожил он в Анталии, Стамбуле. Работал охранником в ночных клубах, массажистом в отелях. Неплохо владел русским на бытовом уровне. Эх, Галина, нарвалась бы я на ваш канал раньше, я бы увидела в этом огромный красный флаг. В общем, погуляли мы так пару раз. И однажды он мне сказал, я хочу приехать к тебе в гости. Приготовь ужин, давай проведем вместе время. Я не любительница приглашать к себе малознакомых людей. Но тут я просто согласилась. Я не знаю почему, не могу дать этому оценку. А я сейчас вам дам. Первая оценка, что он был и массажистом, и в ночных клубах. И знает щупский язык. Для меня это уже что? Интересненько, интересненько. Второе. Вы уже описали, вы сказали, чувство маскулинности, напор определенный. Он знал, куда надавить. И просто вот это чувство мужика, самца. И вы не могли отказать. Порой как бы вы поступились, пододвинули свои какие-то принципы, например, которые были раньше. И поэтому пошли на какие-то уступки и сделали то, чего бы раньше вы никогда не сделали. Естественно, ужин, вино, массаж, все у нас случилось. Мне пелись в уши комплименты о том, какая я красивая, с идеальной фигурой и так далее. Что просто чудо-женщина. После этого мне предложили общаться. Постепенно мы начали встречаться на регулярной основе. Ходили ужинать, гуляли, проводили время вместе. Проводили время у меня дома, пока мой ребенок был с отцом. Постепенно я начала узнавать его лучше. Работал он, как и основная масса людей есть, с его статусом. DoorDash. Это доставка еды на дом из ресторанов. Не супер, конечно, огромные деньги, но на выживание хватает. Жил он, снимая комнату в доме с такими же, как он, приехавшими за новой жизнью. Например, на третий наш совместный вечер, после близости, он вдруг начал рассказывать мне, что мне нужно похудеть. Самый уязвимый момент, когда я была перед ним голая, максимально уязвимая. Я в моменте не придала этому особого значения и поблагодарила, конечно, за мнение. Сейчас я понимаю, насколько это странно вообще, и зачем мне это надо было говорить. В общем, мнение, чего вообще не спрашивали. Сам-то, в общем-то, он не спортивного телосложения, с довольно приличным пузиком даже. Были разговоры о том, какой он прекрасный, какой он умный. Я здесь останавливаюсь сразу. Ну, прям типичный нарцисс. С самостью, с напором, который вам устроил первый холодный душ. Сказал, тебе надо худеть, когда вы до этого были обалденные и прекрасные. Он свое пузико, видите, не замечает, себя очень хвалит, любит. Он самый умный и прекрасный. Чистая классика. Как все женщины мечтали бы иметь такого любовника, как он, и так далее. Когда мы проводили время вместе, ему иногда звонила какая-то девушка. Говорил он по-турецки с ней очень долго. Это я пропускала мимо и бы, ну, какая мне разница, что там у него и кто. Как потенциального спутника жизни, я его в тот момент, конечно же, не рассматривала. Мне тоже кто-то позванивал и писал. В общем, неважно. Небольшая ремарка. Сразу после первой близости он мне начал тереть в уши что-то типа того, что он не верит в отношения и так далее. Ну, я вообще тоже себе не искала нового мужа, но показалось странным, почему он мне это вообще сейчас рассказывает. Точнее, даже его как мужа бы я и не рассматривала, ибо кроме бороды у него как бы и нет ничего толкового. Только приехал тут с голым задом вообще-то. Время шло, и появились новые тревожные звоночки. В моменте вдруг он начал меня критиковать или говорить мне, как тяжело одной и так далее. Я ему не жаловалась на жизнь никогда. И было это просто неясно, откуда вся такая лирика от него берется. Это он пытался найти у вас эмоциональные нотки. Нарцисс так всегда делал, чтобы потом за них подергать и давить, что вашу жертвенность, слабость вашу. Потом он пытался меня убедить открыть новый аккаунт для работы в этой DoorDash. Это было выставлено так, что он хочет мне помочь. Типа, ты мне откроешь аккаунт, я буду работать и тебе платить за аренду аккаунта. Я спросила его тогда, а кто же будет платить налоги за аккаунт в конце года? Здрасте. Он сказал, что тогда просто будет работать и заплатит их сам. А я ему сказала, а какая мне вообще с этого выгода, чтобы я тебе что-то открывала? Если ты такой добрый и хочешь мне помогать, помогай и без аккаунта. В общем, нашел дурочку. Открывать я ему ничего, естественно, не стала. Человек очень высокого о себе мнения. Считает себя самым прекрасным. Иногда проскакивали какие-то, ну совсем нездоровые нотки в собственной грандиозности. Грандиозный нарцисс, почитайте определение. Между тем, со временем я начала все больше привязываться к нему. Были хорошие моменты, мы хорошо проводили время. В какой-то момент он позвонил мне. Я не помню, как и почему, но я сказала ему, что у него слишком большое эго. На что он начал лекцию мне на 50 минут. О том, что со мной не так что-то. Опять снова виновата я. О том, что мне нужно худеть, начать себя любить и так далее. А он же, в свою очередь, весь прекрасный. Все женщины его хотят. Со всех слетают просто трусы. И вообще идеальный мужчина. Я знаю, что нужно было бросить трубку на середине, но я почему-то дослушала. И когда он закончил, он сказал, как ни в чем не бывало. Ну что, скоро увидимся. Я была в таком шоке, что просто что-то промямлило невнятное. Типа такое, я так не думаю. И все, положила трубку. И через пару часов написала ему сказочное, огромное сообщение. Все, что я думаю о нем. И попросила забрать его вещи, которые он уже оставил у меня. Что вещи будут перед дверью на улице. Время дало такое, чтобы меня не было дома, и я с ним точно не столкнулась. Естественно. Он нашел сто причин, чтобы заявиться за вещами, когда я дома. У нас прошел разговор в дверях. Он с видом виноватого пуделя смотрел на меня и говорил, мы что теперь враги? Я сказала, что мы не кто друг другу. Но гадости от него слушать я больше не собираюсь. И очевидно, зачем-то он пытался помириться со мной. Я сказала, что не стоит. У него таких, как я, будет пять штук. Потому что он же неотразимый и самый идеальный. И не нужно терять мое его время на пустой треп. Он уехал. Я заблокировала все контакты с ним. Спустя примерно три недели я как-то отпустила ситуацию. Было неприятно, конечно, но как-то все прошло. Возвращаюсь я домой с работы. Поздно вечером легла спать. А живу я в апартаментах на первом этаже с задним двориком. Проснулась от звонка номер незнакомый, но реальный. То есть не спам. Нью-йоркский. Спросонья подняла трубку. На том конце провода был мой дорогой друг, который спросил, сплю ли я, можно ли нам поговорить, и что он на парковке перед моим домом стоит. Стало просто интересно, что же там за разговор такой. Я вступила в диалог, впустила его в дом и пошла курить на задний дворик. А на столе лежал огромный букет. И тут мне стало просто не по себе. То есть он был здесь ночью, сидел, ждал на заднем дворике. Разговор состоялся из истории о том, как он виноват передо мной, что я ему дорогая как человек и так далее. Мне, естественно, постели эти вызовы и выпады. Я решила продолжить общение и посмотреть, что будет дальше. Ой, чистая классика вообще. Через неделю мы сидели на заднем дворике, болтали. Тут я вижу, как на его телефон поступают звонки от всей какой-то опять той девушки. Трубку брать он не стал, и тут же прорвало меня. Я сказала, что это нечестно. И он знает, что про мою жизнь все. Коли мы уж общаемся полгода, на тот момент уже прошло с нашего знакомства полгода, в то же время рассказывать всю правду, как есть. Он долго мялся и в конечном итоге начал мне рассказывать про какую-то проститутку из Узбекистана во время дельных историй, которая была с ним два раза, и забеременела от него специально, чтобы он на ней женился. Ой, он не захотел, и она оставила ребенка все равно. Он не считает ребенка своим, но обязан все же помогать ему. Я слушала это в полном шоке. Вариантов ведь два. Или то, что он мне говорит, это правда, и он вообще не разборчив совсем, да? Или у него там просто какая-то жена, невеста, девушка, которую ему хватает наглости называть проституткой, объясняться тут передо мной, и я ему, по сути, никто. И для меня была просто поставлена точка в этот момент. Но я не подала виду в тот раз. Он уехал, продолжил мне писать, звонить, как ни в чем не бывало. И в один вечер мы поговорили по видео. Он спросил, когда мы увидимся, а я сказала, что никогда. Я не вижу больше смысла. Я сказала, что мне кажется, что он женат. Мне было предложено позвонить этой несчастной Тааме, чтобы она мне сама все подтвердила. А я сказала, нет, покажет-ка мне лучше свой девлет. Он поменялся в лице 10 раз и сказал, что не знает, что это такое. Я скинула ему ссылку. Он пообещал, что обязательно разберется, как туда войти. Ну, цирк да и только. Я попрощалась и сказала, что мне нужно спать. И это был наш с ним последний разговор. Тишина в эфире. Что ж, бинго, я думаю, все-таки все встало на свои места. История, конечно, законченная. И вроде бы все понятно. Но мне кажется, эта история оставила на мне след. Осадочек, как говорится, виню себя. Ведь очевидно было, какие-то ожидания. И все-таки я подверглась в какой-то момент. Я дала... Я рада, что есть такая возможность выговориться и возможно получить обратную связь. И я рада, что все это закончилось. Спасибо, Галина. Просветание тебе, твоей семье и канал. Спасибо большое. Я немножко дам резюме. Да, есть такое ощущение про чувство вины. Это такие послевкусие общения с нарциссом, к сожалению. Это чистая классика нарциссов. В книжке Таня Танк Бойся с тобой все эти этапы описаны. Даже удивительно, что он так легко отвязался, отделался, отстал, скажем так. Потому что они капец какие прилипчивые, если ты нарцисса унижаешь. Если ты сама от него отказываешься. Они очень мстительные. Они возвращаются и могут мстить. Ну, там, если не ваш уровень отношений, а там семья, отношения долгие какие-то годами и тому подобное. Там все по жести бывает. Вы как бы в этом могли нырнуть и уйти. Но в силу того, что у вас с психикой все в порядке. Вы не супер-мега травмированный человек. Вы как бы, ну, поддались чуть-чуть, да, назовем так. Но вовремя соскочили. Вот винить себя не надо, да. Залог хорошей самооценки. Я себя не ругаю и не виню ни за что. Вы, как и любой другой человек, любая другая женщина, оказались вот в такой ситуации, как бы, ну, знаете, это только отношения. Но нарциссы, они везде и мужчины, и женщины, и коллеги, и родители, и братья-сестры, и любовники, и мужчины, и женщины, да. То есть это не зазорно, нет никакой вины попасть в отношения или, скажем так, под влияние нарцисса. Полгода – это еще маленький срок. Вообще радуйтесь, что вы с этого соскочили, все вот так закончилось. Могло быть гораздо-гораздо хуже. У него просто не получилось подобрать к вам ключик, найти эмоции, за которые вас можно дергать, опускать вашу самооценку, занижать, и именно давить на какие-то чувства и эмоции. И вот вина – это одно из тех чувств, но ему не было почвы на вину эту давить. Он неправильную стратегию выбрал с вами, поэтому у него ничего не вышло. Поэтому вы от него легко отказались. Чувство вины – это такое послевкусие от общения с нарциссом. Вообще выкидывайте это из головы, вы ни в чем не виноваты. Ощущение использованности, чувство вины, пониженная самооценка – это все награды за общение с нарциссом. Даже если он не супер-мега-грандиозный и неявный даже нарцисс какой-то, но вы эти чувства, для вас это показатель, что человек с какими-то нарциссическими наклонностями, расстройством типом личности или какими-то у него есть манеры в поведении, например, ребенок, воспитанный родителем или в семье с нарциссом. То есть это те чувства, те важные звоночки в ваших ощущениях, которые вам говорят, что вроде бы у нее любовь, например, отношения или там коллегой общаюсь, а вот чувство использованности, чувство вины, чувство стыда какой-то остается, за что, неважно. У меня вот это послевкусие говорит о том, что это сигнал рядом с вами нарцисс, который вашу энергию подтягивает, вам вот эти чувства навешивает, вот эти чувства приобретенные для того, чтобы вами управлять можно было. Короче, вы кидывайте все из головы, вы поступили правильно, хорошо, у вас вообще хороший потенциал и так далее. Вы совершенно верно, я с вами согласна, это просто такой враль вообще классический. И массажист, и охранник в клубе, и сбежал он от ужасной жизни, через границу он пошел, да, он не накопил денег, не заработал, не получил, например, визу, не по образованию, которого у него нет, ну, если, представляем, оно бы было там, не пошел искать работу в Америке какую-то. Пойдите, он самые легкие всегда способы ищет, самые правильные, даже законные. И его жена или девушка с ребенком, это и проститутка, и ребенок не его, ну, просто катас. Знаете, что в этой ситуации хорошо, что, слушай, я все это, а вы четко так, так, нет, это too much, нет, заканчиваем, я это не потерплю, вот вы в этом молодец. Потому что, к сожалению, есть такие жертвы у нарциссов, которые всему находят оправдание, легко подходят как бы под влияние нарциссов и считают, что это все вообще-то нормально, и у всего есть какой-то резон, или они даже понимают, что это ненормально, но они не сопротивляются и продолжают быть в этих чарах, в этих манипуляциях, в этой игре с нарциссом. Он ими пользуется, использует и так далее. Короче, вы оделась малой кровью, вы молодец. Знаете, я вам вот, имея ребенка, могу дать несколько рекомендаций. Первое, если у вас будут отношения, они, конечно, будут какие-то серьезные, только когда вы убедитесь с человеком, вы ему 100% доверяете, он хороший, не подводит вас, тогда вы можете знакомить с ребенком, естественно, то есть вообще никого с ребенком не знакомим, пока мы не считаем, что это серьезно. Не просто, ой, мы парочку месяцев встречаемся, можно, типа, близким ребенку об этом и сказать, нет, 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 нет. Вы должны с ребенком знакомить только того, или тогда, когда вы все серьезно, вы там условно замуж собираетесь, чтобы все такое было, понимаете, для ребенка, потому что это очень большой стресс. Второе, про нарциссические эти моменты, всегда смотрите, да, чтобы вас не критиковали, вами не были недовольны, вас не находили какие-то причины и проблемы, обращайте на это внимание, чтобы вас любили в отношениях, к вам хорошо относились. Вот, по сути, есть залог счастья, хороших отношений. То есть не подставляйтесь или не оправдывайте какой-то там негатив о себе, критику, которую вот этот человек делал. Ну, он делал просто классический холодный душ, когда все хорошо и нормально, тебя окатывают, как из ушата, просто ледяной воды, и что-то... На самом деле это выводит для эмоций человека, для реакций. Он же такой нарцисто-энергетический вампир, ему в кайф. В общем, типичная была нарциссическая игра, которую ему не удалось с вами провернуть, потому что вы не жертва, вы молодец. Надеюсь, история поучительная для остальных, кто послушал как бы это, да, то, что я зачитывала. Пишите в комментариях, встречались ли вы с нарциссами в вашей жизни, как вы это поняли, как от них ушли. Если у вас это получилось, очень-то важно. Уйти от нарцисса довольно-таки трудно, потому что они очень прилипчивые, и с ними только, знаете, по нисходящей, надо постепенно от них отходить. Вот как девушка сделала, да-да, увидимся, окей, а потом по телефону, потом на расстоянии сказала, не, не увидимся, все, отстань, короче, от меня, да. То есть не сразу в лоб, в общем, они такие и вспыльчивые, и нервные, и нервы, короче, любят помотать. В общем, жду в комментариях ваши отзывы на это видео, что вы думаете по этому поводу, какие у вас есть истории своего личного опыта, интересно будет с этим познакомиться. На канале есть видео, можете в поиске забить «Моя история отношений с нарциссом», как они у меня заканчивались, как я это переживала. Спасибо всем большое за комментарии, за лайки, которые вы оставляете. В инфобоксе под видео «Моя почта». Если вы хотите так же, как автор письма, написать свою историю, то на нем пишите на почту, или записывайтесь на консультацию с психологом. Тема письма «Консультация». Скоро увидимся, всем пока!